Жуковский в скором времени может по праву стать велосипедной столицей Подмосковья. 34-летний житель Александр Каменев, объездивший на своем велосипеде более 10 стран мира, хочет реализовать в родном городе довольно необычный проект. О том, что в Жуковском активно крутят педали, догадаться несложно. Даже сотрудники администрации не прочь добраться до места службы двухколесным транспортом. Александр Каменев, коренной житель города конструкторов, за велодвижением болеет всей душой. После пробегов 9 тысяч километров на велосипеде от Москвы до Португалии ему предложили создать в городе велодорожную сеть. Ведь, как показывает практика, такой транспорт очень востребован. Ну вот одна из самых таких ярких парковок около самого крупного предприятия в городе, Центрального аэрогидродинамического института. Сотрудники приезжают круглый год, останавливаются на парковке, ставят велосипеды. Всегда более 40 велосипедов ежедневно здесь можно увидеть. Первые шаги по созданию велосипедных дорог Александр сделал несколько месяцев назад, нанеся на пешеходных дорожках разметку. Такие начинания нашли одобрение. Изучив историю города, он обнаружил, что раньше вдоль многих улиц были спецполосы для велосипедистов. Со временем эти дорожки заросли травой и разрушились. В качестве эксперимента километр старого полотна по улице Местищева был восстановлен. С 3 сентября промчаться с ветерком по нему, не боясь пешеходов и автомобилей, сможет любой желающий. В планах сделать, у нас такая есть центральная улица Гагарина, через весь город она проходит практически. В планах вдоль нее проложить дорожку основную, это будет основная магистраль, а потом развивать сеть уже от центральной улицы, такие хорды во все стороны, ко всем объектам важным и к микрорайонам. Сейчас Александр активно работает над проектами, в надежде получить на это средства из бюджета города. Его начинание поддерживает большинство горожан. К примеру, на ночной прогулке по Жуковскому на велосипеде в толпе любителей двухколесной техники был замечен и мэр Андрей Войтюк. В Москве велосипедным дорожкам сейчас уделяют колоссальное внимание. Они есть практически в каждом парке города, а мы сейчас находимся в Сокольниках. Здесь интересно то, что наряду с велосипедистами и пешеходами свою выделенную полосу получили даже роллеры. Со слов самих велосипедистов, ездить по одному и тому же маршруту в парке надоедает. К примеру, Александр Никитков на работу из Реутова в Сокольнике добирается на велосипеде. 17 километров в одну сторону он преодолевает примерно за час. Ехать приходится по дороге, в придирку к машинам и по тротуарам. Для сравнения, на тот же самый маршрут при использовании общественного транспорта уйдет не менее полутора часов. Говорит, мог бы крутить педали и побыстрее при наличии выделенной полосы. Было бы интересно, если бы велодорожки соединяли города. Потому что Реутов, например, можно было бы каким-нибудь образом соединить с городом Балашихой. Или бы с теми же Люберцами. То есть сделать именно дорогу для велосипедов, чтобы можно было спокойно перемещаться. От велодорожек в Сокольниках решили пойти дальше и открыли специализированную веломойку. Любой желающий с 10 до 8 вечера может помыть своего педального коня абсолютно бесплатно, но правда самостоятельно. При мойке необходимо быть очень осторожным. Не нужно лить в каретки, в передние и задние вилки, а также в амортизаторы. Попадение воды в эти детали может неблагоприятно сказаться на техническом состоянии. Понятно многим, что велосипед это и спорт, и экология. Но как показывает практика к велосипедистам, которые движутся в одном потоке с машинами, автомобилисты относятся неоднозначно. Пешеходы шарахаются и негодуют. Так еще и в метро с двухколесным конем пускают через раз. Несмотря на это, численность крутящих педалей с каждым годом только увеличивается. А значит, велодвижение в России, скорее всего, найдет свою полосу. Максим Селиков, Денис Фокин. Новости Подмосковья.